вы знаете чем черешня отличается в принципе и почему нельзя спутать ни с каким видом ну прежде всего конечно благодаря огромному листу я таких листьев никогда ни у кого не видел сейчас я это прокомментирую помните там было слово произнесено кто видел фильме что они купили сеянцы это было величайшее заблуждение для сибиряки купили фильм это если даже не было обмана ну допустим возьмем так возьмем примеру что они насчет колновидности загнулись ну чеку потом саженец который правда с 20 30 40 ранами он все равно понятно обречен он мертвый должен быть вот а иначе как придашь колновидность только вот таким путем зверским вот но допустим что это настоящая черешня и настоящий персик допустим один процент что ошибся полпроцент нет четверть процента и тогда что получается внимание получается что они придя с самаринска в сибирь просто-напросто замерзнутся со стопроцентной вероятности тут уже не скажу что 99 и 9 а это означает что 99 и 9 вероятность означает что один из тысячи выживет нет все сто процентов погибнут здесь сибири ну я им там посоветовал сделать сильнейшую обрезку почти у земли чтобы несколько нижних почек в надежде что проснуться и распластается по над землей будут засыпать снегом если он будет может что-то так со слабенькой надежды но это если его обкорнать а они наоборот высылают очень длинное видели это это самое очень длинная посылки для того чтобы были длинные саженцы чтобы показать что саженцы длинны полноценно вот написать обрежьте оставьте 10 сантиметров от длины 10 процентов от длины это они никогда не напишут они по моему сами даем по моему просто все до фонаря и теперь я вам показываю черешню раз у него такие листья самые огромные всех что это значит дело в том что у них не может быть мелких почек почему что такое что такое листья огромные они взялись из почки почка это как бы вот они уже листики падают вот смотрите сейчас раз упал вот этот упал ну короче вот видите пришла пора падать и теперь смотрите на почку вот такая почка у черешни а кто видел фильм видели что там творится там почка практически невидимая глазу как в ней может спрятаться вот такой лист вот многие листья это самое это еще не самое крупное не и вот это самое многие листья да они больше моей ладони естественно что чем крупнее листья крупнее почка поняли да то есть то что пришло ну когда гибриды вишни черешневая если там он оказался посылки но это обман уже пол обмана почему в вишня более морозостойкая шанс есть выжить то есть обман если он и присутствует и это вишня вишня или вишня черешня гибрид то у них по крайней мере шанс выжить на сайногорске а тот увидел фильм должен вспомнить следующее том фильме при распаковке посылки мы упоминали черемушки с аномально теплым климатом и он тянется вдоль побережья почти до сайногорска я уже сюда не попадаю вот это уже сибирь да а там все таки как бы кусочек украины микроклимат и все таки маленький шанс есть если не черешня через черно замерзли вот и я напоминаю еще раз стоя возле черешни запомните друзья мы сейчас центр черешневодства научно это брянск это тоже граница украины тоже как и упоминаемый мной смоленск и что это значит это значит что мой я не просто назвал это каким-то изречением и нажал постулатом он значит такой постулат это почти аксиома это значит что невозможно на юге создать сорта для севера невозможно на севере происходит следующее или дичай или погибай вот так вот друзья мои поэтому или мы уже 30 лет позади вот этой работы а до этого еще 20 лет боднера вылавливаете нет вот и только здесь вот появляется вот это чудо которое перестало замерзать при сибирских морозах вот а то что люди выписали ну они поддались на рекламу реклама бешеная а потому что я эту фирму бекер я только не встречал реклама наглая потому что колори запомните колновидных черешин природе не бывает почему вот вот перед вами молодая черешня да вот видите она имеет вот такие вот видите вот эти вот побежки да это плодовые веточки вы видите что они это почти все мертвые вот какая колновидность если на полуметре только вот одна будет свести вот все а это уже плодовая ветка это раз плодовая ветка это уже колонной не назовешь да смотрит вверх да я могу я железом могу вот тут рядом растет еще одна видите ну так близко бывает экономил время это уже совсем другая черешня другой корень так вот если бы я не было так если отрезать вот это идет от земли это вишня под воин который был на ней я специально оставляю для чего я надеюсь что здесь будет улучшены у меня плоды именно черешни улучшены вот как они придут гены придут черешни перемешаются с генами вишни и есть некоторый шанс кстати опять отвлекусь ладно сейчас чуть позже вас угощу хотя бы виртуально и так я мог бы вот это вот выдать за черешню как-то сделать отрезать вот эту ветку отрезать дичок от земли которая идет то есть подвойная это не садить рядом вот вторую чтобы она вид не портила как будто это одно дерево вот эту ветку отрезать вот это и вот это вот мощную ветку отрезать вот то что было сделано но на более ранней стадии посылки и сказать вот вам вот она уже ли за вашу вишня которая черешня которая колонавит на чушь вранье и придать что на которые не способен почему видите вот сейчас я вам сосчитаю сколько ему лет раз это я считаю легко потому что здесь просто она молодое просто здесь побеги это длинная не все они всегда такие черешни мощный рост раз два три четыре пять шесть если ошибся то 5 или так скорее всего 6 но может быть и 5 вот но по двое сколько считать не будем лет и так прививки 5-6 лет значит 5-6 лет так и несмотря на это смотрим сюда вон они только плодоносить будет вот этот прирост он свистит не будет обычно цветение на 2 года им все-таки пять лет почему вот второй год второй год видите вертикальный вот эта часть за плодоносит только это но пройдет еще год и уже плодоносит она не будет это возможности черешни все это касается также и абрикоса где вы поближе найти абрикос на любой вот он смотрите вот если бы вот это вот самое он прекрасный урожай дает он сумасшедший урожай дает так вот но у него вот эта часть оголяется и никуда нам от этого не деться никогда вот иди еще говорят знаете как возвращает его форму типа молодость давайте отрезать ветки и укорачивать и вот тут на этом месте из ничего снова появятся побеги вот это как бы оживление я вам говорю не появится почему потому что еще раньше вот когда мы так отрезаем ниже начинается омертвление омертвление вот то есть колновитки в я беру какой климат я беру климат санкт-петербурга там у тех же косточковых огромная и семечко проблем из-за сырости добавляется к тому же вспомните петербург белой ночи насколько он севернее даже сибири южной сибири севернее это касается всей северной руси вологды ярославской области там как она там горьковская была теперь не знаю как забыл первых ну то есть до урала москва тверь новгород псков все 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 это север вот магнитогорска челябинска и как он раньше свердовс назывался вот видите как я не могу перестроиться старый большевик вот свердовс бывший это дальше пошло по тюмень дальше пошла томск омск красноярска новосибирска вот этот самый иркутск забайкалье иркутская область все это самое дальше идет амурская дальше идет приморская хабарский край все это север все это никогда это я вам говорю друзья не потому вы знаете есть отдельные примеры вот допустим 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 чугуев да супер специалист настоящий гений он добился я видел ролик где у него слива имеет множество практически вертикальных побегов он отдал рекордный урожай молодец умница талант гений вот но если множество веток колоннами наживать нельзя понимаете в чем дело нельзя колонна все как она была с родни вот одна ветка вертикальная больше ничего под нее ты сейчас и подстраиваться и то что кладут увечья в посылки увечья саженцы вот допустим саженец перед вами вот случайно возле него да вы представляете чтобы придать ему а это уже слива а а его это вишня и вот чтобы придать ему а там он вот вот кстати вот вот у нее так как да у нее даже крупнее эти чем посылки и у нее даже а мельчайшие смотрите вот что ж там за чудо положили с мельчайшими почками связь между размером почки и листом обязательно почему потому что почки этот же букетик листья вот видите вот есть почки плодовые вот они да вот которая дадут несколько цветов а есть ростовые вот они видите и что те что те они получается зависимость прямая от размера листья чем больше лист понимаете это батарея солнечная вы уже знакомы солнечными батареями вот допустим крышу покрывают частного дома этими самыми специальными листами этими солнечными батареями и хватает оптимизор посмотреть там это самое холодильник если вся крыша это предел ну вот а второй соседний дом уже не отопишь не хватит вот и здесь также каждая почка вот почему этого не знают те кто умудряется еще и шмыгивать ведь еще посылки не было ни одного листочка вы заметили а это дикость дело в том что опять забегая вперед скажу если если есть он усаженец нужен подходящий в общем продолжим этот разговор насчет сильная обрезка и оставление листов специально надежде что они не пожухнут вот это момент вы должны обратить внимание что я уже эту проклинал ошмигивание листьев потому что почки не вызревает при этом и получается вам посылает дерево которое искалечено изначально почка уже никогда не вызреть но вот допустим упал лист значит почка вызревшая вот она все такая что было по ссылке вы видели и там еще почему-то довольно странно было смотрите вот она вишня да вот тут участок это она медленно растет почему она полностью в тени и на ней хорошо отражаются эти проблемы вот первый год второй год третий год вот этот участок четвертого года то есть вот участок четыре года назад рос так видите а теперь смотрите внимательно видите на нем а хотя в тени в тени я специально выбрал похуже вариант где хуже условия видите видите вот где-то уже ли сбросил где-то нет плодушки на месте пусть уже не дают ростовые пойти вот а только плодушки на месте где вы видели это все посылки зачем было все это уничтожать ну я не понимаю или почему почему их просто нету и этого не понимаю почему там вообще почек нету было вот такая же примерно сажились по размеру да вот примерно такой же и почему здесь 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 не было ничего остальное кто ролик увидит тот увидит то заинтересуется вот поэтому просто-напросто какие-то странные отклонения от таких понятий которые существуют вот ну сейчас я вам еще хочу покажу потому что когда я говорил что когда у меня прививка черешни не идет вишня облагораживается когда черешня вот она кстати и вишня на одном дереве вот видите что получая вот это вишня вот анализ бросила через еще не сбросила хотя на месяц раньше отплодоносила и наконец это самое вишня жуковская еще раз показываю не могу удержаться а до сих пор висит уже морозы провисела ох какая она вкусная даже сейчас видите в чем ее шанс невероятной морозостойкости будущее привитая на сибирскую штамбовую вишню вот и вот это все красоту имея выписать черешню калеку обреченную на смерть выписать место абрико персика непонятно что ну что я скажу кроме мата тут говорить не о чем ладно а